Вот в чем все, поэтому за 6 недель вы должны протестировать 3 дозы и посмотреть. Вот и все, вот и все. А самое главное, если с 2,5 на 2,5 миллиграмм вы внезапно, сразу же, буквально там с 1-2 дня почувствуете какое-то улучшение, это ваш препарат. Только надо дозу подобрать. Ну и время, конечно. Ну и ламатричи, пока принимайте 400, а там все-таки я думаю, что... Кстати, кстати, а все-таки на какой дозе вы почувствовали, что вам стало лучше? Я думаю, что на 200 я уже почувствовал точно. А потом, вот мы как раз на крайней консультации с вами обсуждали повышение там до 300 и, может быть, 400. Так, это мы обсудили. 300, 300, 400, эффект один и тот же, то нет никакого смысла. Ну, я поищу способы анализа. Анализа или... Да, вы уточните, сколько он стоит, взвесьте свои финансовые возможности, вы найдете это. Это надо, прямо вы в интернет зайдите и скажите, значит, определение, значит, ламатричина в сыворотке крови. Вот, в гугле или там, я не знаю, в каком там другом поисковике, и все, он вам покажет. Указать город, и это вот, значит, определение терапевтической концентрации ламатричина в городе таком-то, и все. И он вам выдаст информацию, и туда подойдете, и все, если деньги будут, заплатите там через недельку, а то и раньше получите результат. И напишите мне. Так, хорошо. Только пишите, уже беседовать не надо, а беседовать потом, когда-нибудь побеседуем. Ну, вот так, вопросы? Ну, в общем-то, все, если что, вдруг не запомнил, пересмотрю просто, а так вопросы... Ну, я вам хочу сказать, резюмируя беседу, вы сейчас находитесь в депрессивной фазе, ясно, все. Это через сколько времени? Через два года, да? Или, значит, последняя депрессивная фаза когда была? Или когда она исчезла? А, когда она исчезла? Ну, исчезла она, наверное, как раз в районе года назад, может быть, чуть меньше. Значит, года назад чуть меньше, исчезла полностью. Значит, год отсутствовала. Сейчас вот в этом вот осенью опять. А раньше, как долго она держалась и как часто возникала депрессия? Раньше. До диагноза и до соответствующего лечения? Ну, мне кажется, что она у меня, за исключением весны, она у меня была просто перманентно. Продолжительно, да? Да. Ну, хорошо, значит, мы можем это приписать, конечно, только Ла Матриджину. Только Ла Матриджину. Но, к сожалению, он не дал вам, скажем так, то, чего мы ожидали. То есть, он должен был, по идее, вы понимаете, если была бы, даже если была бы легкая сейчас депрессия, осенью она возможна, то вы бы ко мне не обратились. Ну, если бы она там, значит, не 60-65-70%, а было бы 20-30%, значит, вы бы тоже смогли как-то, в общем-то, и обойтись без консультации. Вот. Но все-таки 65-70% это уже более-менее, но 65-70% это не 100%. Это не 100%, значит, он действует, вот, но действует не на 100%. Поэтому мы и пришли к вам, с вами, к заключению, что вам необходимо добавить еще и антипсихотик. Кстати, атипичный антипсихотик, вот эти четыре, которых я упомянул, или два, на которых мы остановились, они тоже являются норматимиками. Они тоже, но, в отличие от ламатриджейна, вот, они не только профилактируют, но они и лечат депрессию. И не только депрессию, но и манию. Вот и все, только в мании там, конечно, огромные дозы антипсихотиков надо, большие и максимальные. А при депрессии, ну, вот где-то, скажем так, максимальная доза аланзопина 20 миллиграмм. Вот я думаю, где-то от 2,5 до 10, это вот при депрессивной фазе. А при маниакальной, конечно, сразу же надо начинать с 15 или 20. То есть, эти аланзопины, карипаразины и квитиопин используются как при биполярной депрессии, так и при биполярной мании. Только дозы, дозы, при биполярной мании доза максимальная, а при, значит, биполярной депрессии доза подбирается, какая вот, значит, чтобы она была оптимальная по своему эффекту. Вот это вы и сделаете. И держите меня в курсе дела. Ну, и по содержанию ламатриджина. Вы знаете, даже чтобы сэкономить вам средства, может быть, перейдите на 300 миллиграмм и принимаете 2 недели 300 миллиграмм, а потом сделаете это вот исследование. Кстати, кстати, еще последний вопрос уточняющий. Ну, вы заметили разницу между 200-ми, 300-ми и 400-ми или нет? Сложно сказать. Просто, когда на 300-х я был, я как бы, я не знал, может ли быть лучше. И как бы, потому что мне просто не с чем сравнивать. Вот. И, ну, там размыты границы. Там же еще весна как раз наступила. И сложно сказать, как бы. Ну, если она и была, то незначительно. То есть, вы хотите сказать, что весной, весной у вас что, идет тенденция к гипомании, да? Ну, скорее, да. Вы понимаете, эти препараты что должны сделать? И ламатриджин, и антипсихотик. Они должны, чтобы вот эти колебания между весной и остальным, значит, периодом года, да? Вот, особенно осенью. Чтобы они были, скажем так, если вот это среднее, вот, среднее, да? Вот. Значит, без лечения это вот такая депрессия, видите, ее даже и не видно. Или вот такая мания, ее не видно. А на фоне этого лечения, если весной будет вот так, это будет замечательно, эта активность. А, скажем, в остальной промежуток времени депрессия будет так, поверьте мне, с такой депрессией вы сможете жить. Вот и все. То есть, оно уже будет приближаться все-таки где-то к какому-то среднему значению. А, естественно, если вот так депрессия, ну, сейчас у вас не так. Сейчас у вас где-то вот так вот. Все-таки хреново. Активности нет. А вот представьте себе, дали бы задание, да? Вот, надо там. Вы что, на режиссерском или на сценаристском? На сценарист. Вы сценарист или режиссер? Ну, режиссер, но и сценариями тоже. Ну, вот, скажем так, вот напиши сценарий, к примеру. Все. Поверьте мне, что при этом идеомоторном заторможенности вы бы ничего хорошего не выдали. Даже при наличии великолепнейших способностей. Все заторможено. А вот на этом, вот на этом уровне, поверьте мне, вы бы выдали. Вот в чем вся проблема. Это, конечно, это, скажем так, самый в атаке и в атак, это то, что, в общем-то, реально и наиболее достижимый реальный путь. Ну, а нормализация полностью, это, конечно, максимальный, значит, такой самый оптимальный сценарий или вариант. Вот. Но он, конечно, уже труднее достижимый. Но если в атаке и в атак, у меня есть пациенты, которые в атаке и в атак, конечно, они не на 100% здоровы, но они прекращают обращаться, они живут. Они кое-как, значит, кое-как это нехорошее слово, они живут более-менее нормально. Понимаете? Потому что если сравнивать с этим, вот тут в депрессии никто не живет. Вот в этой депрессии никто не живет. В мании живут. Но там очень много проблем возникает социальных. Понимаете? Социальных. Сам пациент себе вредит. Почему? Потому что он не понимает, он начинает заниматься тем, чем в нормальном состоянии он бы никогда не занимался бы. Вот и все. А в депрессии он просто не живет, он мучается в тяжелой депрессивной фазе. А вот на фоне этих препаратов, когда в атаке и в атак достигает, вот, значит, человек живет. Понимаете? Мы же должны быть реалистами. Мы должны выходить и сходить из того, значит, что мы можем этот вот достичь. Вот в чем дело. Почему? Потому что если диагноз поставлен, вот вам поставили уже диагноз, правильно, определили, и так оно и есть. То где бы вы ни были, были бы в Нью-Йорке, были бы в Израиле, там, в Тель-Авиве, были бы в Берлине, бы, жили бы в Москве, там, жили бы в Киеве или еще где-то в любой, понимаете, точке земного шара, в Австарии, Канберии. Поверьте мне, препараты одни и те же. Значит, проблема заключается в правильно поставленном диагнозе. А при правильно поставленном диагнозе из возможных средств, значит, назначается правильное лечение. А если правильное лечение назначено, значит, шансы на улучшение самочувствия, естественно, состояние, они возрастают. А если лечить вас антидепрессантами, как вас лечили, то, сами понимаете, толку не будет. Они просто, они в лучшем случае просто не действуют, а в худшем случае они могут вбросить некоторых в это маниакальное состояние. Вот и все. А это лечение, вот ламатриджейн, это анорматимик противосудорожного ряда и там один из антипсихотиков, это патогенетическое лечение, патогенетическое, которое, в общем-то, должно помочь. Но мы исходим из реально возможного, вот, и так далее, и тому подобное. Значит, то, что вы сейчас, диагноз выставленный, то, что вы сейчас будете принимать, это тот оптимум, который на сегодняшний день есть, реально существует. Независимо от того, где вы живете, вы можете жить в тму таракане. В тму таракане. Если у вас есть возможность достать медикаменты, и вы можете жить в какой-то столице огромного, там, какого-то процветающего передового государства, поверьте мне, и там, и там лекарства одни и те же. Помогут они или не помогут, это зависит от степени заболевания, от формы и так далее, и вообще от восприимчивости, от реакции. Вот это, это уже от Бога, это уже конституционально, от родителей, от Бога и так далее, и так далее. Я хотел вот что еще уточнить. Я уже, конечно, забыл, от кого вы получили этот ген, от мамы или от папы? От папы. От папы, да. А что там с папой было? Он что, болел или пил? У моего дедушки по папиной линии запойный алкоголизм. А, да, да, да. И у папы там тоже случался психоз в молодости. Что значит психоз? Ну, он в какое-то неадекватное состояние вошел. Я точно эту историю не знаю. Ну, это маниакально. Неадекватное – это маниакальное. Маниакальное – это действительно неадекватное. Человек чувствует себя полубогом, Богом. Я все могу. У него появляются дикие эти вот фантазии. И он верит в них. Ну, вот я вам хочу привести один пример маниакальный. Вы будете смеяться. Он действительно такой смешной. Забавный. Значит, пациент поступает, значит, страдающий баром, поступает в психбольницу в состоянии депрессии. Причем в психбольницу такую реномированную. Это большого города. Вот. Клиника знаменитая, реномированная. Ему ставят, значит, депрессию. Он таки находится действительно в депрессии. Ему ставят монополярную депрессию и назначают антидепрессанты. И он на фоне антидепрессантов, находясь в психушке, быстро впадает в маниакальное состояние. И вот слушайте, что он делает. Он собирает там алкоголиков, шизофреников, депрессивных. И на полном серьезе объясняет им и договаривается, как они будут инвестировать деньги в торговлю или в покупки нефти из Саудовской Аравии. Вот этот человек, он не понимает, кого он собирает. Это первое. А он верит. Ну, те уже ладно, бог с ним алкоголики. Может быть, я даже не знаю. Может быть, их просто развлекало это. А этот человек верит, что они вот в этой, что он с этой компанией, что он сможет это сделать. Вот это, вот это и есть действительно психо. Вот и у папы, наверное, что-то в этом духе было, да, или что? Он был возбужденный, наверное, да, или как? Я плохо знаю историю. Ну, хорошо, ладно. Значит, если дедушка был запойный, это, конечно, запойное пьянство – это классический признак, классический признак бар. Ну, хорошо, хорошо, пациент инкогнито, если вопросов нет, значит, завершаем. Итак, бар 2 подтверждается, вот. В мании я вас не видел, в депрессии я вас видел, там это все это описано в консультации первой, за 21 год. Потом состояние стало более-менее нормальным с отсутствием угнетения, значит, эмоциональной сферы. Ну, а сейчас на третьей консультации мы видим опять погружение в депрессию, но, к счастью, на фоне ламатриджина не такую уж тяжелую. И надеемся, что добавление одного из антипсихотиков, значит, аланзопина или, значит, карипрозина, аланзопин вы сами выберете дозу, вот, поможет вам выйти из этого состояния. Вот и все. Значит, пишите, пишите. Спасибо огромное. Спасибо вам, до свидания. До свидания. Ну, вот так вот. Вот такая консультация. Слушайте, сегодня у нас 17 октября 2022 года, понедельник.